Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу» и сегодня наш собеседник Инвер Азизович Абликимов, заслуженный строитель России и Чувашской Республики, советник полномочного представителя президента России в Приворском федеральном округе, общественный и политический деятель. Добрый вечер, Инвер Азизович! Здравствуйте! Ну вот, собственно говоря, все конституционное строительство новейшего периода в Чувашской Республике проходило не то, что у вас на глазах, а при вашем активном участии. Вот каково было работать в новых условиях, в новых конституционных условиях? Прозгласивши конституцию, я тогда прозгласила, по сути, совершенно другую систему управления государством, была упразднена система советов. Да, дело в том, что до 1993 года и в Российской Федерации, и Чувашской Республике действовала конституция, которая была, скажем так, трансформирована из старой конституции, исключены ряд статей, положений, добавленные, так сказать, современные, соответствующие реалиям того времени. И в этой же конституции были определены и органы государственной власти Чувашской Республики, в том числе был учрежден пост президента республики, значит, способ формирования правительства определен, там вопросы местного совмправления были затронуты. Но после того, как была принята Конституция Российской Федерации, 20-летие которой мы отмечаем в эти дни, то есть 12 декабря, конечно же, и трансформировалось все законодательство и Российской Федерации, и Чувашской Республики. Это касается, конечно, и органов государственной власти, было множество уточнений в тексте существующей Конституции Чувашской Республики, вопросы местного совмправления более четко определены, ну и ряд других вопросов. И, конечно же, все последующие годы формировалось законодательство в Российской Федерации и в Чувашской Республике на основе принятой 12 декабря 1993 года всенародным голосованием Конституции Российской Федерации. Конечно, это было совершенно вновь, новые, так сказать, структуры управления, новые подходы, ну, например, очень много было споров по поводу полномочий Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации и полномочий субъектов Российской Федерации, потому что в Конституции четко определены исключительные полномочия, а есть предметы совместного ведения. Здесь были определенные, скажем так, коллизии. Известно, что ряд республик, даже областей, краев перетягивали, так сказать, одеяло на себя. И вот такая была, ну, скажем так, деятельность, что в конце концов-то вот в течение 20 лет фактически уже устоялось, определилось, хотя и сейчас есть определенные, скажем так, и споры, и разногласия. Вот. А у нас в Чувашской Республике на основе Конституции Российской Федерации и впоследствии принятой Конституцией Чувашской Республики принимали все вот действующие законы, которые работают и по сегодняшний день. Ну, я должен сказать, что, конечно, значит, законодательство меняется, но незыблемость нашей Конституции, Российской Федерации, она остается, и вот пример, например, пример этому является, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, значит, не пошел на, не согласился, вернее, с изменением Конституции ради вот президентства в России, то есть увеличение срока пребывания его в должности президента Российской Федерации, то есть это тоже пример свидетельствует о том, что Конституцию Российской Федерации, ну, равно как и уставы и Конституции субъектов Российской Федерации, нужно неуклонно исполнять, оберегать даже, потому что это дает стабильность в государстве, в обществе, в субъекте Российской Федерации, в экономике, в политике, где угодно. Выполнение, исполнение всех основных положений Конституции, неукоснительное исполнение, это стабильность, стабильность везде, в том числе и в жизни людей. Игорь Азизович, а что Вы считаете самым главным достижением того периода, вот того очень сложного, очень неспокойного, очень ответственного периода, когда закладывалась, по сути, правовая основа нашей Чувашской Республики и, собственно, и России в целом? Ну, основное – это формирование законодательной базы во всех направлениях, во всех отраслях нашей жизни, во всех направлениях, касающихся прав, свобод гражданина, человека, что записано в Конституции. Это и вопросы образования, здравоохранения, экологии и много других вопросов. Сейчас в России и у нас в Республике такая хорошая база законодательная, которая, кстати, соответствует международным стандартам и соответствует международным договорам, которые заключила Российская Федерация. Ну, в частности, например, вопросы местного самоуправления сейчас достаточно хорошо расписаны. Они соответствуют и конституционным нормам, соответствуют и хартии местного самоуправления международным, артифицированной Российской Федерации. Поэтому вот это является основой и самым главным в этот период, когда сформировалась законодательная база, на основе которой и созданы иные нормативно-правовые акты. Работа по Конституции Чувашской Республики на самом деле проходила в таких условиях понимания, скажем, хотя были разные мнения, но была создана Конституционная комиссия, кстати, членом которой я тоже являлся. Мы неоднократно собирались, обсуждали разные вопросы. И, поскольку Конституция Российской Федерации существовала, мы не могли противоречить основным положениям. Хотя интерпретация разных статей, она имела место, так сказать, и у нас, и в Татарстане, например, еще где-то. Но в конце концов был разработан текст, который почти соответствовал требованиям Конституции Российской Федерации. Хотя потом пришлось некоторые изменения внести, но зато появилась база для принятия последующих законов, нормативных правил актов, по которым до сих пор живет Республика. Нельзя жить в таком пространстве, когда не урегулированности отдельных вопросов. Все, это сказано и в Конституции Российской Федерации, все равны перед законами, и граждане, и власть, и общественное объединение. Поэтому, если закон есть, то все должны работать по закону, который, в свою очередь, соответствует Конституции. Индер Азизович, а вот с высоты своего нынешнего опыта, и политического, и жизненного, если бы довелось еще раз вернуться в 93-й год и начать все сначала, возможно, бы вам захотелось что-либо изменить вот в том процессе? Знаете, трудно сказать, потому что 20 лет, хотя с одной стороны, вроде большой период, но исторически это очень небольшой период, и еще оценки предстоит сделать этому. Ну, есть, конечно, отдельные вопросы, в том числе и к законодательству Российской Федерации. Где-то поспешили. Ну, есть, на мой взгляд, проблемы были или остаются, или последствия остались от процесса приватизации. Есть, наверное, проблемы и в вопросах экологической безопасности, может быть, какие-то. Ну, вот, но все развивается. Я думаю, будет совершенствоваться. Мы живем не в замкнутом мире. Есть страны, европейские, иные. И там тоже все меняется. Все по-разному. Но я думаю, что процесс правовой в нашей стране, он проходит достаточно четко, правильно, отслеживается. У нас достаточно успешно, или, скажем, хорошо действует Конституционный суд Российской Федерации, который рассматривает различные вопросы, законы, сравнивая с действующей Конституцией Российской Федерации. Много решений выносится, после чего и правится законодательная база, и которая должна соответствовать, много раз я об этом говорю, соответствовать Конституции Российской Федерации. Ну, так же, как и у нас, собственно, в Чувашии. Ну что ж, спасибо вам большое. Всего доброго. Приходите к нам еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова